Всем привет из Анкары, столица Турецкой Республики. Я Виктор Курсов и вы на моем канале Гуляем вместе по Анкаре. Сегодня вечерок. После уроков турецкого идем по улице, покажу вам как выглядят просто дворики в Анкаре. Дворики самые разные и палисадники разные. Сейчас посмотрим какие тут будут палисадники. Некоторые палисадники веселенькие. Вообще говоря, между домами мало место, поэтому дворики очень маленькие. Детям практически нет где гулять. А так вот есть хорошенькие палисадники. Например, вот такой палисадник с зверушками. Зверушками разными. Вон, пожалуйста, там с маленькими ягненочками и с уточками. Здесь красиво старый человек постарался, посадил ирисы свеженькие. Тут видимо новые квартиры или может быть новые жильцы. Хорошо все красили. Посадили вот тут цветочки. Посадили и поставили вот такие маленькие скульптурки разных уточек и русочек. Перед входом в дом обычно такая арочка всегда имеется. Арочка обычно заросла, например, шиповником или вот таким вот, например, плющом. Плющ, правда, перезимал зиму, то сейчас он начал новый расти. Поэтому плющ такой яркий зеленый. И он здесь везде, везде буквально растет. Все заборчики оплетает именно плющ. Кроме того, конечно, растут разные вечно зеленые деревья. Например, вот такие красивые межевельники. Вот это у межевельники такие маленькие плорики, 5 миллиметров, такие кругленькие шарики. И он тоже вечно зеленый. Вот там птич прилетает, как раз там горлица сидит. Тут много-много горлиц, кроме обычных домашних голубей, которых здесь подкармливают просто водушками и хлебом, так горлица они так по-одиночке, так парочками гуляют. Поэтому они парочками всегда себя находят и едут. Еще вот такое вот тоже вечно зеленое плетучиеся растение, ведь вот в дом так оплетает. Оно тоже такими тоненькими листиками и все время растет, а потом зацветает вначале лето желтыми цветами, такими очень похучими. Между прочим, все дома, они вместе связаны с различными магазинчиками, потому что дом, и в нем обязательно находятся какие-то магазинчики, если это многоэтажный дом. Вот, например, мы проходим дом, и на первом этаже у него магазин, в котором продается еда, всякие продукты, хлеб продается, те самые газеты, вот, пожалуйста, продаются. Это обычное дело, это такой маленький, семейный бизнес обычно, и здесь часто продаются, например, какие-то домашние предметы, там, куколки, игрушки, все, что нужно для дома, и это тоже маленький семейный магазинчик. Ну, часто, очень часто в домах находятся, что, парикмахерских, потому что парикмахерские, и парикмахер это такой очень частый и хороший бизнес. Вот, например, здесь виноград еще часто все заплетают, все заборы заплетают, виноград, ведь сейчас начало весны, сегодня 21 апреля, я забыл сказать, вот, виноград полез, полез, ну, это дикий виноград, который плоды дают, но, вон там, чуть-чуть поближе к дому, там обязательно растет настоящий виноград, только-только начали выбрасывать свежие и зелененькие побеги, настоящий виноград, который плоды дает. А вон там внутри еще видим ирисы, и мальва растет уже так по колено, огромная мальва выдала свои огроменные листья, и сейчас часто полисадник растет и цветет желтым капуста, капуста, потому что капуста часто оставляют такие пенечки, и потом как раз по весне эти пенечки зацветают желтенькие. Вот тут я прохожу красивое такое высоченное дерево, это называется мушмула, вот такое красивое мушмула. Кстати говоря, сейчас на базаре как раз продают эту мушмулу плодики такие желтенькие, вкусненькие, и они такие небольшие, напоминаю, чем такие. Так что это японская мушмула, которая родом из Южного Китая и из Японии. Но вот здесь она очень хорошо прижилась, и это самое, и ее везде продают. А вот тут как раз проходим, я говорил, мало места для школьников, и для игр. Вот они тут и играют, и футбол играют, это самое, на маленьком таком буквальном пятачке. Вот опять дальше проходим, здесь видим дальше можжевельнички такие красивые, маленькие. А, еще самое смешное здесь, вот если у нас во дворе, вот, летит горлица, горлица как раз полетела, вот в этот раз, мимо здесь прилетело, они такими, как я сказал, маленькими парочками. Еще у нас, когда во двор заходишь, обычно во дворе всегда находятся мусорники, они как-то не видно, потому что если идешь вдоль дороги в Киеве, в Украине, то обычно очень красивенько. А тут обычно около дороги вот стоит мусорник, потому что мусорник всегда убирает, и он рядом с дорогой. Вот привезли и убрали. А вот сейчас еще, кстати говоря, вот тут по рядом прохожу, стоит вот такой вот ящичек. Но это не ящичек, это пенопласт. Потому что сейчас очень многие дома, вот на сервисной, пенопластом, пенопластом обделывали, чтобы дом был теплый и хороший. Поэтому вот такие интересные новости из Анкары, столицы Турецкой Республики. Кстати говоря, вокруг нас уже собрались маленькие хлопцы, потому что им тоже интересно. Так что смотрите на наш канал, подписывайтесь на канал, увидите новые интересные обновления. Пока-пока. Всего доброго. Продолжение следует...